Минуточку, посидим, сядем, ровненько, просто посидим, Минуточку, посидим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Они могут все то же самое без вас, но вот вы экономите время и их жизнь, они быстрее ведут. Я тоже так понял, зачем я провожу эти тренинги. Просто быстрее. Вы не будете терять времени на лишнее, или меньше будете терять, скажем так. Экономить время в жизни людей. Вот смысл этой работы, работать с людьми, если о такой работе говорить. И для этого горы и нужно, чтобы быстрее прийти. Чтобы быстрее, да. Я так вижу в этом смысл обучения, чтобы быстрее. Потому что и сами придете дольше. Но также в любом деле, если вас посадить за руль автомобиля первый раз, вы все равно когда-нибудь поедете куда-нибудь, что-нибудь нажмете. Но если есть инструктор, он вам скажет, вы быстро научитесь. Так же в любом деле не просто здесь. Хорошо. Теперь еще возникла идея ретрита, поездки на хутор. В каких числах? Двадцать первого? В пятницу вечером туда приехать, и в воскресенье вечером вернуться в Ригу. В августе. Нужно взять с собой спальные мешки, коврики для йоги, потому что мы там тоже позанимаемся хат-хаюгой. Ну какие-то продукты, наверное, на два дня. Что еще? Ну, кто хочет спать со всеми, может взять с собой палатку, там поля и леса есть. А выбираться – это около колки. Очень просто. Да, вдоль юрмыска, прямо так вот, вдоль юрмыска. Я думаю, что нужно просто лист бумаги пустить по кругу. Кого это интересует, вы оставьте свои контактные данные, телефон, имейл, имя. И тогда нужно будет обзвонить, наверное, людей, чтобы понять, сколько поедет. В смысле транспорта. Машина не у всех, наверное, есть, и как-то нужно это решить. Ну да, оно обменяется в таких случаях. Мы говорим телефон и повесим машину, и тем, у кого это есть. Поэтому да, отпустите просто лист по кругу и напишите там свое имя, телефон, имя или какие-то другие данные, ICQ, Skype, у кого есть. Там просто мы поживем на природе, там, говорят, что замечательное место. И самое главное, что мы постараемся вот это состояние, с которым мы здесь работаем, прожить и прочувствовать в простой жизни. Там же не будет каких-то сложных проблем с работой и так дальше. Будем пить чай, пойдем в лес, подвигаемся, позанимаемся йогой. Но все это нужно будет нам ради осознанности, ради того, чтобы находиться вот в этом естественном, простом нашем состоянии. Потому что здесь ситуация зала, а там ситуация жизни. Какие-то простые вещи, дрова принести, воды согреть и так дальше. И если мы это пронесем, через простые действия сначала, мы будем терять эту осознанность, конечно. Будем отвлекаться, но мы собираемся для того, чтобы друг другу об этом напоминать. Потому что это наша цель, это наша задача, зачем мы это пронесем. Не просто отдохнуть на природе, это тоже, но главное не это. Главное научиться сохранять сознательность в простых бытовых действиях. Вот задача этого ритма. И предлагается на два с половиной дня, вернее на два дня и вечер это сделать. У вас есть какие-то мысли по этому вопросу? По поводу ритминга или нервовости? Замечательно. Замечательно? Да. Ну хорошо, тогда давайте, пишите в лист свои дни. Давай дальше. Я списываю просто телефон. Ну просто телефон достаточно, да. Время выезда можно сейчас уже, наверное, назначить, да? Когда нужно выезжать? Думаю, часа в три. Ну не все закончат работу в пятницу, в пятницу. Смогут люди? Я думаю, знаешь, когда с организуем это все, то мы обзвоним и договоримся. То есть сейчас это достаточно тяжело, кто прямо на месте лежит. Ну да, хорошо. Мы все это организуем, а просто потом тебе организовать. Да, хорошо, хорошо. Ну тоже заранее, чтобы я билеты... Ну конечно, конечно же. Хорошо. Просто сейчас возникла эта идея, тяжелое. Собрать мы. Потом у Оли подошел этот опыт, так что он полностью организует. Хорошо. Значит, с ретрита мы решили, да? Кто захочет, тот поедет. Теперь я хотел бы вернуться к своему старому материалу, потому что, опять же, не все люди были на моих прошлых тренингах. У меня был такой тренинг по разным психотехникам, он назывался. И я хочу озвучить сегодня две психотехники первые, которые я сам прошел, потому что они эффективные, опять же действенные и в жизни помогают реально. Они описаны в моей первой книге, и я их давал, здесь переговорил, и я хочу вернуться к этому. Первая психотехника... Вообще, что такое психотехника? Это искусство работы со своей психикой, со своим сознанием в обычных жизненных, житейских ситуациях. Поведение с людьми, на работе, с близкими. Просто жизнь наша. И при этом вы еще что-то делаете с собой, со своим сознанием. Вот это и есть психотехника. Первую психотехнику мне дал Толоша, научитель. Толоша был уникальный человек, и следовать его примеру трудно, почти невозможно, потому что он был гений. А гении, они как звезды, редкие. И вот он жил по Дисе. Его принцип жизни назывался Диса. Это слово он придумал сам или он не слышал, где-то его из космоса. Не знаю. Это не санскритское, не русское, не латышское слово. Неизвестно. Диса. Хотя интересно, что в годы перестройки, в 90-е годы в Питере стали ездить бронированные автомобили, которые возили деньги, и на них было написано Диса. Это была охранная какая-то фирма. Сейчас почему-то их нет. Но в 90-е годы они по всему городу ездили. Диса – это такой принцип его жизни и практики. Он нас учил. Он нас учил вживую. Мы с ним жили какое-то время. Мы смотрели, что он делает и как. И мы таким образом у него учились. То есть он не вел никаких семинаров, долгих тренингов. Он вообще больше молчал. Так вот, Диса – это делать то, что ты хочешь. Всегда. И везде. И делать только то, что ты хочешь. И не делать ничего другого вообще. Это звучит как-то очень дико. А смело. Смело, да. Смелая заява. А жить так, ребята, я вам скажу, почти нереально. Он был один человек, который действительно так жил. Почему мы за ним пошли и поверили этому человеку? Потому что он так жил. Не говорил, а так делать. Но он погиб рано из-за этого. Потому что это путь такой вот стрёмный. Хотя приводит к хорошим результатам в случае выигрыша. В случае проигрыша можно сорваться в пропасть. Это что такое Диса? Это следовать первому импульсу желания. Дело в том, что мы все что-нибудь хотим. Всегда. Ведь эти желания могут дремать у нас. Не всегда они орут в голове. Хочу это, хочу то. Они могут поспать. А потом все равно проснуться когда-нибудь за барабаном. Хочу, хочу. И вот это хочу это, можно сказать, синоним жизни. Когда человек живое, все время что-нибудь хочет. Что-нибудь ему надо. Не только человек, а вообще любое существо живое. То есть желание это то же самое, что жить и хотеть. Это практически одно и то же. Будда призывал избавиться от желания. Он говорит, что человек освобождается, когда желания изжиты. Но пока они не изжиты, если честно сказать, они же не изжиты, ни у кого из нас нет. Значит нужно с ними что-то делать. А что с ними делать? Надо их изживать. Проживать. Чтобы они изжились, отпали, отвалились. Как вчера я сказал, два варианта. Либо их изжить через жизнь, либо осознать, что ты этого не хочешь. Так вот, ДИСА это как раз первый вариант. Изживать через жизнь. Делать то, что ты хочешь. Мы хотим всегда простых вещей. Нам кажется, что мы хотим быть богатыми, красивыми, умными. Но реально не так. Реально мы хотим, например, когда перерыв здесь, мы идем пить чай. Мы хотим чай попить. Простая штука. Когда мы устали, у нас нога вот у меня затекла, а мне хочется ее вот так, например, выпрямить. А что я это делаю? Даже не думаю. То есть мы хотим каждую секунду очень довольно простых вещей. И вот ДИСА начинается с того, что ты просто начинаешь слушать себя. Слушать, что ты хочешь. Что я сейчас хочу? Просто послушать. Послушать тело. Вот телу сейчас удобно так сидеть? Нет. Может, ему удобнее подвинуться? Взял подвинуться? Ему так лучше и лучше. Послушал еще. Послушайте, как вы сидите сейчас. Оптимальное ли тело в вашей позиции? Может, чуть левое плечо выпустить или поднять? Ну послушайте тело. Ему так хорошо? Повещайте по позиции, когда ему будет удобнее. Нашли? Нашли? Нашли. Хочется так сидеть? Вот в этом положении хочется. Вот такие простые штуки. Вот если слушать свое тело, слушать просто импульс желания, нужно идти на его острие. То есть сразу хочешь сделать? Не допускай, чтобы вкралась мысль. Потому что обычно человек чувствует, что он что-то хочет сделать. У него импульс идет. Ну вот тут же включается ум. Он говорит, так, стоп, подожди. А это же нельзя. Или это опасно. Или мне сейчас вообще надо другим, мне сейчас вообще работать надо. Или позвонить кому-то. То есть ум начинает этот импульс, который идет у вас изнутри, он его гасит. У вас возникает конфликт. Между тем, что я хочу делать, а ум говорит то, что надо. Или не надо. Какие-то правила свои жесткие. Единственное заключается в том, чтобы вот этот импульс очистить. Научиться его слушать. Не давать умушки включаться. Успевать сделать, пока ты чувствуешь, что ты хочешь. Ты как бы летишь на этом импульсе. И эти импульсы выстраиваются в такой поток. Ты начинаешь идти на импульсе желания. Он становится потоком. Ты всегда начинаешь делать то, что ты хочешь. Звучит так, вроде бы, просто. Но попробуйте это сделать. Знаете, так живет маленький ребенок. Вот когда ребенок маленький лежит в кроватке, он хочет красного мишку. Он тянет ручку. У него нет сомнений каких-то. Нельзя, можно. Ну, мишка хочу. Потом, когда ребенок начинает расти, он начинает грузить, что мишку нельзя. Надо кашки сейчас кушать. Потом он идет в детский сад, где его еще сильнее грузят. Чем больше нельзя или нужно. Потом институт, школа, армия. Вот это тюрьма. Вот это родители. В общем, основатели нас так напичкают. Чего можно, чего нельзя. Наша жизнь полностью регламентирует нас, зазомбирует. И вот мы оказываемся тем, кто мы есть. Здрасте. У нас есть желание, чего мы хотим. Счастья, радости, покоя. Есть то, чего надо. И вот мы мечемся несчастными. Тоша предложил такой радикальный вариант. Он предложил делать то, что ты хочешь всегда. Реально это невозможно. Потому что ты сразу сталкиваешься с очень сильным страхом. Попробуйте делать то, что вы хотите каждый день. Только честно. Вот честно хочу и делаю. Без сомнений. Вам сразу станет дико страшно. Во-первых, вас приймут за сумасшедшим. Ваши близкие от вас отвернутся. Хорошо, что если дурку не отвезут сразу. Но потом точно вызовут такого знакомого психиатра или еще кого-нибудь. То есть это путь антрический. Вот для мужественных людей. Поэтому я говорю, что в чистом виде дело тоже. Например, у него были длинные волосы до плеч. Он пришел в советскую ментуру паспорт менять. Он говорит, дед, иди постригись, хиппи. А он говорит, не хочу. Не знаю, что он сказал ментам, но короче он не хотел стричься в натуре. Он не постригся. Он не получил паспорт из-за этого. Ему не дали советский паспорт. И он жил последние годы своей жизни довольно долго, лет 5 или 6 без паспорта. А в Советском Союзе жить без паспорта – это значит не полететь на самолете, потом уже на поезде нельзя поехать. Ну и вообще-то я могу проверить документы на улице и просто отправить или не в тюрьму, а в какую-нибудь кутузку точную поставить. То есть вроде бы ерунда, человеку постричься по фигням пойти, постричься и столько проблем. Нет, он не хотел стричься. Вот он был такой, принципиальный. Вроде бы идиот по человеческим понятиям. Но вот он так делал все. Он шел по своей действиям. Он делает только то, что он хочет. Пусть даже его жизнь зависела. Но никогда не шел на компромисс. Диссы – это полное отсутствие компромисса. Потому что мы все живем на компромиссе. Мы все время чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда, стараемся проскочить. А действия – бескомпромиссная жизнь. Делать то, что ты хочешь. Первое, что с чем ты имеешь дело, это странно. Ты вдруг видишь, что ты боишься огромного количества вещей. Если они раньше были замаскированы, скрыты, то вдруг они перед тобой вот они все. Блин, да я же все боюсь. Ты вдруг понимаешь, что я всего боюсь на самом деле. Что вся моя жизнь, она окована этим самым страхом. Просто он не виден. Диссы дает возможность взорвать это. Одному вообще, я думаю, что это нереально жить в Одессе. У нас была группа, даже у Тоши была группа. Она была небольшая, но мы жили вместе 5-6 человек какое-то время, полгода, год. И в группе, конечно, это легче. Когда группа занимается одной практикой. И этот страх преодолеть тоже легче. Но мы не работали, никто из нас не работал в то время, естественно. Потому что когда Тоши объяснял Диссу, первый вопрос естественный был. Я тоже его задал. На работу надо ходить. Тоши ответил в духе Диссы. Хочешь – ходи, хочешь – не ходи. А кушать если захочет? Да, сейчас я к этому приду. Он говорит – хочешь – ходи, хочешь – не ходи. Я тогда работал художником в Доме культуры. В Ресоу там во все рекламные стенды. Просто на хлеб зарабатывали. Ходил я туда два раза в неделю. Иногда даже раз в неделю. Но все равно очень не хотел. Зарабатывал минимальную советскую зарплату. Там что-то 70 или 80 рублей. Ну на хлеб хватало. Как и всем в то время. А я говорю – Тоши, а можно я завтра схожу в последний раз? Он говорит – ну хочешь сходить? Я говорю – да, хочу. Хочу сходить, зная, что я иду на работу в последний раз в своей жизни. Просто прикольно. Я пошел. Мне было так интересно. Я все сделал там, чего надо. Какой-то рисовал. Стенд огромный. И я понимал, что это я иду в последний раз. Я хочу это испытать. Я получил кайф от этого. Я никогда не вернулся на работу после этого. Это был 1980 год. С тех пор я не ходил на работу. Я не могу сказать, что я ничего не делал с тех пор. Делал я как будто еще даже больше. Но я не ходил вот на такую работу, на обязаловку. Понимаете? Потому что то, что мне стал свободен. Не хочешь – не работай. Я ему поверил, этому человеку. Я сделал, как он мне сказал. В результате у меня стало гораздо больше денег. Я не призываю вас всех бросить работу. Я не стал миллионером. Но финансовых проблем у меня как-то стало меньше. Деньги откуда-то сюда приходили. Нет, потом я вообще-то работал, я что-то делал. Я людей лечил, например. Потому что научил нас лечить людей и руками. 20 лет работал как уцелителем. Но это было от души, это не была обязаловка. Да, а потом про еду. Обычно после этого, когда он говорил, что не хочешь – не работай. Спрашивали, а где это? Кушать-то где? Но он тогда начинал вздеваться. Он говорил, хочешь есть – ищи еду. Другой ученик Джо, он понял его совет буквально. Он когда приходил ко мне, я вяжу тогда, меня додвигал, ходил к холодильнику, открывал его, сметал там все, что ему нравится – ходи себе. А второй, который не хочет, чтобы… Шурек хочет так рано остановить Джон? Нет, но я понял, что Джон такой хитрый и… И запирали заранее. Я не запирал в холодильнике. Я бы там перестал оставлять продукты. Один раз там остался у меня хачан капусты, даже не хачан, а половина причина. Она лежала вот так вот, плоская, вот так лежит пол хачана капусты. И пришел Джон. Я говорю, Джон, ты надо пожрать хочешь? Ну, я даже не спрашиваю, подходит, открывает. Да нет, что-то есть не хочет. Потом, когда он ушел, я взял вот эту капусту, чтобы что-то приготовить. Она когда-то была странно легкая. Когда я ее перевернул, я говорю, что она выедена вот так. Вот так мы учились. Спитосы, как жить? Вы едали капусту друг у друга, по-тихому очень. Вы с голоду не умерли, так видите, с тех пор. То есть все-таки совет под Басамхава работает. Еще помните, я вчера сказал, не видел человека, который занимался в практике и умер от головы. Так что вот такие вот дела. Я вас не призываю бросить работу и начать выедать капусту друг у друга. Я понимаю, что мы живем в цивилизованном мире теперь. Берега европейский город, и все у нас хорошо здесь. Поэтому я предлагаю, как вариант, попробовать эту практику. Попробовать ей все на надо. Потому что она очень классная. Она выводит на искренность тебя. Ты перестаешь врать себе. Ты действительно начинаешь слушать себя, свое сердце, что ты хочешь. И делаешь то, что ты хочешь. Только это надо делать все время, каждую секунду. Практика заключается в том, что ты не просто думаешь о том, что вот, я завтра хочу пойти в кино. Как круто я понял. Это не диссы. Диссы – это каждую секунду на этом идти. Слушать и идти. Вот это практика. Я предлагаю ее попробовать в мягком варианте, как я это называю. То есть не разрушая свою жизнь. Потому что в жестком варианте диссы, безусловно, разрушит жизнь большинства из вас. Большинство из вас сделает то, что вы не хотите. Разрушили или поменяли? Сначала разрушили, потому что потом вывиняют, безусловно. Но мало кто на это потянет, если так честно говоря. Переедет к тракторам. Ну тракторам, блядь, да. Я что же спросил, а если я тебя сейчас убью? Он говорит, ну хочешь убей. Я так подумал, я вообще не хочу тебя убивать, я просто спросил. Ну хотел, говорит, спросил. Ну сразу помысли какие? Банк там убить? Правда? Банк убить? Или какие? Ну если гуляй, Вася, все-все, дозволено. Чего? На работе находите какие-то. Ну на работе тоже сто процентов. С этого просто начать. Положить основания практики, да. Проточить трудовую деятельность. Ну мы так и сделаем. Тогда было проще, был Советский Союз, никто ж не работал там. Люди только делали ирис, что работали. Ходили ирис. Делали ирис, что находили ирис. Ну тогда люди и помогали, можно было прийти домой, кому-то капусту мыть. Наверное в Риге так уже не пускают сейчас. Так вот мягкий вариант ДИСа это взять, например, выходной день и сказать себе, вот я несколько часов попробую делать только то, что я хочу. У тебя выходной, тебе не надо там работу забегать, начальнику плевать в физиологию, делать все, что ты хочешь. Ты идешь в парк, или куда-то едешь на хутор, на природу. Он ничего не сломает там вокруг, если будешь захочется. И просто слушаешь себя. Можно вдвоем делать, втроем, если практику вместе. Интересно. И вы просто делаете то, что вы хотите. Вот захотел Ильич? Лёв, вот прямо трава, земля, взял Лёв, лежи. Ты слушаешь. Так, что-то хочется мне перевернуть. Перевернул, захотел встать. Дальше слой, продолжай все время слушать, что хочу. И идешь вот на это. Так, сейчас хочу позвонить кому-нибудь. Вот хочу прямо, зуди. Хочу поболтать. Писал, позвонил, поговорил человеку. То есть не ограничиваешь себя. А вдруг понимаешь, что ничего делать не хочу. Ну ничего не делай так, ничего не хочешь. То есть понимаете, здесь учитель-то не нужен. Только просто нужно слушать себя, и тебе всегда этот ответ приходит. Вот он. Он очевиден. То, что ты хочешь, это всегда перед тобой. Тут нельзя ошибиться. Или да, или нет. Хочу, или не хочу. Нет третьего варианта. Ясно. Здесь все ясно. Поэтому в мелком варианте, в парке, поработать с телом. Или просто вот такие штуки поделать простые. Хочу пойти купить мороженое. Да, я ем мороженое, но слушаю себя. Хочу я дальше лезать, или все. Или сейчас в уме лучше выкину. Понимаете? Оттачивается интуиция, оттачивается искренность, внимательность. И вы начинаете действовать по-другому. Вы начинаете слышать себя, что я хочу. И вы сразу увидите, сколько вы по себе давите. Сколько вы по себе гасите. Подлинного, настоящего. Потому что ведь у человека на самом деле плохие желания. Может они и есть, но их не так много. В основном все люди хотят хорошего, чистого, настоящего. В глубине у каждого человека живет вот такое желание. Но оно не может вырваться, оно не может реализоваться, потому что оно задавлено. Но задавлено этими схемами, этими страхами бесконечными и так дальше. Вот эта ДИСа позволяет выйти на то, что ты хочешь. Если ты начинаешь так выстраивать жизнь, даже оставляя какие-то компромиссы. Ну хорошо, ты говоришь, в конце концов, что значит работа? Ну мне же нужно что-то есть. Допустим, у меня есть дети. Но я же не хочу, чтобы они были голодны. Да, допустим, мне нравится эта работа. Но здесь возникает компромисс. Но ты все равно слушаешь, но мне же нужны эти деньги. Я же не хочу быть бомжом и спать под забором, например. То есть ты начинаешь с собой разбираться, по-настоящему, глубоко разбираться. Куда ты идешь, что ты хочешь, что ты делаешь реально каждый день. Ты начинаешь видеть эти вещи. И очень важно понять свое глубокое желание. Потому что в глубине у нас у каждого есть такое, оно скрытое, но глубокое желание. Потому что эти все мелкие желания, мороженое, позвонить или еще чего-нибудь, они как прыгают, так блохи и выходят. А глубокое желание вернуться к себе, вернуться домой – это сама глубокая. Это основа практики. Ты выходишь на него. Гиса позволяет тебе отбросить мелкие вещи и выйти на глубину. А в глубине – это желание быть самим собой, вернуться в чистое сознание. Где спокойно, пусто, ясно и хорошо. Оказывается, ты хотел всегда этого. Это практика действий. У вас есть какие-то по этому поводу мысли, пожалуйста? Может быть, кто-то уже это делал? Да, пожалуйста. У меня вопрос. Когда ты промоклируешь свое желание, оно у тебя возникло сразу, ты можешь это, например, потом пересмотреть и сказать, я мотивирую это желание тем, что… Если спонтанно, просто хочу, без всяких мыслей. Или ты же хочу, потому что ты знаешь мотивацию к этому. Нет, тут как раз вы обозначили сейчас конфликт между головой и тем, что я хочу. Всегда в конфликте. Ну нет, бывает, что голова и поддерживает, но здесь именно не нужно думать. Вот просто хочу, а почему хочу, я не знаю почему. Вот хочу и всё. Это на уровне физиологии хочу. Да, абсолютно на уровне чистой физиологии. А если хочешь хотеть чего-то нефизиологического? Ну а чего вы нефиологического хотите? Не знаю, петь, кричать, нецевать. А это абсолютно физиологические вещи. Ну и вообще животные, секундочку. Ну, наверное, не знаю, кто-то ещё. Нет, мне тут нет. Ну сейчас вот вы делаете то, что вы хотите? Вы хотите тут сидеть вообще? Вот сейчас. Я хочу задать вам вопрос. Я его вам задала. То есть вы сейчас чисто делаете то, что вы действительно хотите? То есть вы сейчас по 10 действий, как научитесь. Да? Не хочу, я славно не отнимаю. Ну так разве это не есть свобода делать то, что ты хочешь? Это свобода. Это свобода. У нас эту свободу же никто не отнимал. Никогда не отнимал. У меня такой вопрос там, что вот если мои желания спонтанные, которые возникают, подтверждаются моими, так сказать, умом, вот как это? Это идёт в конфликт, усугубляет или наоборот помогает тебе? Да, я правильно делаю, потому что вот я его хочу. Или вообще вот это отметается, вот это вот включение ума, это вот надо надеяться, но это допустим. А как вы хотите? А вот не то, что я хочу, я делаю это, потому что я хочу. Нет, вы хотите, чтобы ум он что подтверждал всё или что? Или подтверждал, или как раз вот переосмыстил, но я просто не хочу. Нет, вы хотите, да что? В отношении своего ума вы что хотите? Чтобы он молчал? Вы что хотите, то и делаете, понимаете? Хотите его заткнуть, заткните. Хотите, чтобы он там трещал, и всё объяснял, и обосновывал? Ну что и обосновывал? В десяти каких правил нет, никаких законов. Только один закон – хочу. Только закон – свобода. Это животный принцип. Животные так живут, понимаете? Маленькие дети. Но ещё мы с вами можем попробовать. Если хотим. А если не хотим – нет. Понимаете, на самом деле все люди живут по диссе. Как бы. Ну именно как бы. Вот не хочу жить по диссе – это ведь тоже динько. Так, получается. Хочу бояться. Хочу на работу ходить, хочу мучиться. И буду. И всё. И уходить. Но это же тоже диссе. Вот такая анти-дисс. Но она же диссе. Мазохизм. Мазохизм, да. Мазохизм тоже себя мучает, и он же хочет. Ну конечно, это же время. Покрывает немножечко. Ну конечно. Поэтому вот такая интересная штука. Нам от этого всё никуда не деться. Мы уже это делаем всё время. Извижно ли тебе что-нибудь похожее на другие традиции? Да, я искал. Этот вопрос я себе задавал. Я думал, неужели тоже такой гениальный, что он такую придумал фишку. Такую практику. Он, конечно, гениальный. Но диссу я нашёл в тантрических практиках. У Сародхи. Сародха был как у мастера-основателя школы. Сангхя. Одна из четырёх основных школ тибетского буддизма. Сангхя. Вот он абсолютно был диссовый чувак. Как мы тогда говорили. Диссовый чувак. Он пришёл в город Варанаси. Есть такой город священный. Самый священный. Пиво. Тётенька продавала. Плавалочка, пиво. Он пришёл и говорит, пиво мне давай. Хочу пиво. Она ему пиво тащит. Он выпивает. Ещё, говорит, тащит. А дело уже к вечеру идёт. А там гранг, закат солнца, красиво всё. Лодочки плавают. На берегу сидит. Пил, пил, пиво. Она говорит, всё, выпил. Нету больше пива? Он говорит, ну как нету? Нету, всё, выпил. Выпил. Он говорит, тогда сходи и принеси. А он говорит, а нам нельзя, сейчас солнце сядёт. А у них такой закон был в городе, что после заката солнца нельзя спиртные напитки. Говорит, это для здоровья. Он говорит, да не сядет солнце, иди. И солнце не село. Пока оно не вернулось, не притащило ещё море пива, так он его не допил. И весь в Ранасе собрался, смотрел, как этот человек пил пиво, а солнце не садится. И потом он сказал такую вещь, что вся мудрость только в одном – делает только то, что ты действительно хочешь. От сердца, от души. Вот так и жить. Больше ничего не надо. Такое оно стало в завет. Так разве это же не диссы? Чистое мудрость – это диссы. Это там, там, диссы. Ну а мы так живём с вами, господа? Нет. Немного да. А? Да? Вы так живёте? Пытаемся. Да. А как по диссе можно пытаться? Диссу можно пытаться? Диссу можно пытаться? Вся насилуют. Девушка, что ты хочешь? Просто бывают периоды, когда это возможно. Бывают периоды, когда всё катит само, да? Да. А хочу хотеть – это что? Диссы или нет? А хочу не хотеть, а не очень хочу хотеть – это что? Можно запутаться, да? Нет, это же и так надо очень много сил. Да, бывает, что они есть. А диссы даёт силы? Да. Потому что диссы снимает блоки, зажимы, страхи, депрессию, вот это всё. Да, но она как бы наплотнивает сначала эти страхи. Время нужно, чтобы они… Да ничего не нужно. Нужно только делать то, что ты хочешь. Одно правило. Но это ещё должна быть свобода от таких внешних сил. Ничего не должно быть. Дисси – нет слова «долж». Там нет глаголов «долж». Это не только условия для того, чтобы это могло состоять. Там ничего не нужно. Да. В дисси – ничего не нужно. Полная свобода с самого начала. Всегда. Сейчас ты свободна делать всё, что угодно. Говорить, делать, не делать. Понимаешь, что ты свободна? Вот эти истики. Пожалуйста, вперёд. Не надо было ей это говорить. Не надо было ей это говорить. Захотел и сказал. Не будет, кто группу будет собирать уже. Она хочет собирать. Пока. Да. Я же берёшь, что хочет. А кто ещё по дисси живет, расскажите? Где? Кто делает то, что он хочет? Вы живете, да? Или кто? Я свой строю день. Я беру 2-3 часа. Не, вы знаете, в дисси не нельзя строить. Если строить – это уже расчёт. Это включается в ум. Вы начинаете планировать действие наперёд. А дисси – это идти на этой секунде. Потому что желание – оно здесь. Оно живое, оно и есть. Вот оно только здесь, как дыхание. Понимаете? Что вы будете хотеть через 5 минут, вы не знаете. Вы не знаете, что вы будете хотеть через 10 секунд. Вы только идёте на то, что вы хотите сейчас. Жизнь только сейчас. Тогда получается более приемлемый вариант. Ну попробуйте. Я хочу, чтобы вы попробовали. Я не хочу, чтобы вы разрушали свою жизнь и были несчастными. В результате наших практик. Но попробуйте это. И почувствуйте вкус этого. Я очень хочу, чтобы вы это почувствовали. Потому что дисси – реальная свобода. Очень страшно. Очень страшно. Но свобода. 3 часа – не страшно. Можно пробычиться 3 часа. А вот неделя? Неделя – это уже серьёзно. Надо в отпуске хотя бы. За 3 часа можно успеть наделать желание столько, чтобы потом… А-а-а, какие-то… Мне надо будет возвращаться. Потом то же свет. Нет, по-моему, не так просто сразу делать всё, что хочешь. Потому что кажется всё, что хочешь, а на самом деле… Нет, смотрите, кажется уму. А вы всегда знаете, что вы хотите. Каждую секунду своей жизни вы это знаете. Вы не обманите себе. Вы сейчас так хотите пальчиками делать? Как вы делаете? Ну вы хотите – вы делаете. Даже вас никто не заставляет – вы делаете. Вашему телу хочется, но так делаете. А теперь мне нравится. Ну вот и садись. Значит, я живу по 10-м? Ну да, мы все живём по 10-м. Мы все резкие, что мы в рабстве часто бываем. Что мы зажатые со всех сторон. Да? Нас мучают. Мы не можем то, что мы хотим. Мы можем то, что мы хотим. А как насчёт кармы? Насчёт кармы? Никак. Какая карма? Нет. 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 Один закон. Иди сюда. А мы о карме говорили-то. Хотели – говорили. Сегодня не хотим. Они не будем больше. Хотите так? Как вы хотите? Ну, я не хочу. Скажите. Я так буду делать. Я буду ваши действия делать. Наверное, то, что мы хотим, то и есть наши кармы. Если бы не было кармы, мы бы этого не хотели. Ну, так грубо говоря. Ну, наверное, да. Наверное, так и есть. То есть противоречий нет? Ну, в общем, вы поработаете с ДИСой, да? Я чувствую. Вам понравилось это идея? Берегите. 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 Кого? Берегите близких своих. Я их уже не буду. Берегите. Берегите близких. Берегите близких я уже не оставлю. Я не тебе говорю. Я тем, кто хочет идти, попробую. Желания с возможностями не всегда. Они вообще не совпадают. Желания с возможностями. Вы же хотите много денег, а не мало. Правда? Я же понимаю вас. Где жить? Много денег. Где взять? Не совпадает. Вы всегда знаете, когда вы хотите спать или есть. Вопросы нет. Вопросы нет. Спать или нет. Вопросы есть? Нет вопросов. Всегда знаете. Точно. Сейчас точно хочу есть. А сейчас нет. А сейчас нет. А сейчас как? Чего-то нет. Можно чем-то сажать? Не обязательно. Такое тоже бывает. Правда? Вы все сочетаете? Вопросы нет. Мы в этом вся жизнь состоим. Поэтому можно прилечь, а можно еще и посетить. А можно уже и встать. А вот что-то зачесалось. Может, почесать? Да ладно, я так посушу. Вот все эти, понимаете? Никакой философии здесь нет. Давайте вы так поделаете, а потом вы расскажете мне, или в группе, или на ретрите, вы расскажете, что у вас получилось, как вы жили по Дисе. Это будет очень интересно. И вам это будет интересно, и нам будет интересно. Давайте мы так. Если мы поедем в ретрит, мы можем там попробовать сделать игру. Хотите? Вы не боитесь, нет? За себя. Кто дрова в них колотит? Да никто нет. Дрова колотит для тоже удовольствие? Кто-то может и закончится. Ну что, мы попробуем Дису на ретрите? Да, это опасно. Это опасно, очень опасно. Кто-то подойдет, надо поцелуй. Что-то плохого. Это я только про пацизу сказала. Тем более, я думала. Я думала глубже. Мы размочтались, что они плохо. Спереди выше. Понятно. Большинство людей сексуальные манерки, конечно. Просто они прячутся. Маскируются. Нормально. Да, получается, они такие запаскированы. На самом деле все звери. Выпусти этого зверя из клетки. Много чем наделать. Ну хорошо. А как же заповеди? Вы как это сопоставили? А хотите заповеди? Нет. Хотите? Я вас спрашиваю. Вы хотите по заповедям жить? Вы тоже насилие какое-то. Нет, вы мне не ответили. Вы мне ответьте. Вы хотите по заповедям жить? Меня так учили, так надо было. Вы не отвечаете мне третий раз. Я вас спрашиваю. Вы хотите жить по заповедям? Нет. Ну теперь все. Ну а вы сегодня уже добрые заповеди. Вот такая отличная, культурная женщина. Вот на зверя совсем не похожи. Примасить хотелось бы. А как бы вам хотелось, значит, придушить или нет? А что бы запретный плод какой бы хотелось? Ну там вот жизнь в Одессе, например. Вот просто пошло оно все, да? Будут делать что-то еще? А они боятся мужа своего? Хотите мужа не бояться вообще? Я хочу жить свободной. Я понимаю, что это. Я хочу жить свободной. Ну то есть мужа не бояться? Ну что, может, то есть просто место все равно. А мужа еще не будет. А, может, не будет. Бояться себя некого. А вместо мужа, если кто-нибудь придет еще? Сосед. Муж такой же придет? Пойдись. Вы с таким познакомитесь? С десовым новым? А вы друг друга, может, угрохнете? Там видно уже? Пойдись. Что сгорело? Курит когда. Кто загорел? Кто захотел? Да, кстати, вот вредные привычки – курить, например. Люди многие курят, но боятся. Человек курит. Нет, боятся. Плохо, вредно. Он носит себе огромный вред своему здоровью. Табак тоже, конечно, он разрушает. Но то, что человек боится, когда он курит, например, или что-то еще делает, выпивает. Он делает себя еще намного хуже. Он разрушает себя. Если вы хотите курить, вы спросите, я хочу, блин, курить-то или не хочу, на самом деле. Вы выясните. Так курите вы на здоровье. Только вы не тряситесь и не бойтесь. Потому что вы себя этим губите. Вот это классика. А если ты хочешь, чтобы тебя целовали сзади? Ну так что? Скажи, что хочу, чтобы кто-то подошел, загадай. На ретрит. На ретрит. Ты меня не пугай. Ты меня не пугай. Ну вот. Ну так с Эдисой нам понятно все. Да, ты такая веселая? Да. Давайте теперь погрустнее. Я хочу вам рассказать про вторую психотехнику. Она тоже описана в моей книжке. Она называется «Принятие». Мы Эдису практиковали. По ней жили. И много чего открылось. Но она меня потом разомравилась немножко от Эдисы. Потому что она двойственная. То есть там что происходит? Эдисы на самом деле это внутренняя работа. Мы сейчас говорим все про внешние поступки какие-то. На работу не ходить. А на самом деле это медитативная практика по сути дела. Это же медитация первая. Ты все время слушаешь внутри что-то. Желание-то внутри же. А оно просто вливается в эти действия или не вливается? То есть это практика внутренняя работа. Но мне не нравилось в том, что эта практика разделяла мир на желаемое и нежелаемое. Ты становился мастером желаемого. Ты учился жить на той половине мира, где было написано «Хочу». А что не хочу, ты просто задвигал. Это надо было научиться. Мы научились. Мне стало неинтересно, потому что была еще вторая задвинутая половина. То есть мы как бы весь мир разделили, всю жизнь разделили. Но хочу и не хочу. Мы учились делать то, что хотим. Но там не было, как сказать, ощущения единственной полноты целостности мира. Мир как будто был разделен. Мне захотелось другой практики. От этого уже не уйти. Я пришел к другой, который назвал «принятием». Она пришла через борьбу с депрессией, которые мучили меня в юности очень депрессией. Мне было плохо от всего. Особенно на вечеринках. Люди собирались, пили вино, целовали женщин. Мои друзья. Вроде в жизни прекрасное все происходит. День рождения или еще что-нибудь. А мне там плохо было, не знаю почему. Болею, наверное, как-нибудь психически. Что-то не то. Я как-то ощущал суетность мира и жизни через это веселье человеческое застолье. Хотя это были мои друзья. Ближе-то у меня не ко мне. Я понял, что тупик какой-то. И вот эти депрессии такие беспричинные. Они меня мучились. Сильно они. И наконец я понял, что надо что-то делать. И тогда я повторяю сейчас историю из книжки просто. Я шел в парке, в Михайловский парке есть такой в Питере зимой. И вот мне стало так плохо, что даже интересно. Я вот ощутил эту депрессию. То, что мне стало плохо. Без причины, ни от чего. Как темное облако, которое было у меня над головой. Я прят прямо его там, как будто вот тут. Мне что-то давит. Вот душа. Второй уровень демонической атаки. Это еще не надо. Я посмотрю, что же я делаю, когда мне плохо. Я понял, что я стараюсь переключиться, отвлечься. Пойти куда-то, позвонить, книжку почитать, кофе выпить. Я понял, что это ошибка. Нельзя. Надо открыться. Надо сделать вот так. Внутри. Открыться и впустить эту боль, эту чернуху. Впустить в себя, наоборот. А не зажиматься, а не убегать. Я открылся внутренне и впустил. И оно меня накрыло. Прям вошло. Только облако черное, темное. Негативные энергии. Сильные. И боль, она стала нарастать. Она больше душевная была. Но она перешла в физическую. Как будто внутри боль. Физическое. В теле. Где-то вот. В сердце, в груди. И она стала нарастать, нарастать, нарастать. И я думаю, ничего себе. Вот это да. Как же может психическая боль стать физической? Оказывается, может. И она дошла до такого пика. И потом, как будто струна лопнула. Я погрузился в такую пустоту. Я увидел, что этот парк, это был зимний парк. Там очень красивый. Санкт-Петербург, это русский музей. За этой стороны русского музея. Кто Питер знает. И там деревья огромные. И Михайловский замок рядом. Летний сад. Я увидел, что все это пустое. Как будто декорация вот эта стоит в русском музее. Что я как-то почувствовал, увидел, что все это пустое. Внутри пустота. Это просто картинка и видимость. И я пустой тоже. И вокруг меня все пустое. Это просто картинки. Там ничего нет. Такое буддийское пришло ко мне почему-то. Откровение. Но я тогда не думал о том буддийское или нет. Переживание пустоты было просто. Интересно. И потом эта пустота стала как будто заполняться. Постепенно так. Она стала чем-то заполняться. И я не понял, чем она заполняется сначала. Потом увидел, что она заполняется светом, энергией световой. Сама заполняется. И эта световая энергия, ее стало так много, что все это, что я видел сначала как пустое вокруг меня и внутри себя, оно стало наполнено этой световой энергией. Я видел, что везде свет, во всем свет. И внутри, и снаружи свет. Все только свет. И там пошла такая радость, такая волна. Просто кайф, блаженство, беспричина. Это восторг. Вообще, на самом деле, все вот это, вот это все экстаз полный. Существует весь этот мир в полном тачке. Об этом говорят суфистские мистики, что Аллах находится постоянно в тарточке. Он постоянно балдеет от себя, от своих творений. Мне выпало счастье это пережить тогда. Это было уже давно. Но я понял, что я на что-то такое наткнулся интересное, короче говоря. Я это состояние удержать не смог. Световое. Переживание световое. Световое такое вселенное. Но я усмотрел принцип. Что же я сделал? Я открылся сначала на боль, на депрессию. Это превратилось в такую, что-то другую вообще историю. В откровение такое. И тогда я понял, что я нащупал какой-то ключ очень важный. Внутренний ключ, принцип. И я стал его как бы разрабатывать. Я стал смотреть, что вот этот принцип принятия, я назвал принцип принятия. Я принял депрессию. Впустил ее в себя. Что мы закрываемся, убегаем вообще от всего. Большую часть жизни мы уходим от неприятных, болезненных ситуаций, мыслей, эмоций, людей и так дальше. Мы все время как кролики куда-то бежим. Я хотел куда-то зарыться под какую-то подушку мягкую. Мы не принимаем жизнь такой, как она есть. У нас не хватает для этого мужества, мудрости, силы, я не знаю. Обычная реакция – уйти. И мы уходим не только от боли, от страдания, мы уходим от хорошего тоже. Мы вообще закрыты на жизнь. Я понял, что нужно сделать совершенно другую вещь. Противоположен. Нужно открыться на жизнь. Нужно открыться на каждую ситуацию, которая к тебе приходит. Нужно находиться прямо просто в таком состоянии. Если его передать жестом, это будет вот так. Вот так, открыт. На все открыт. Ты не различаешь на плохое и хорошее, что очень важно. Ты просто принимаешь поток жизни, как он идет. И ничего с ним не делаешь. Не улучшаешь его, не ухудшаешь. Просто ты его выбираешь и пропускаешь, и он тебя поднимает и несет. Вот такой принцип я открыл замечательный. Этот принцип дал очень много энергии сразу. Потому что я перестал бороться. Ведь когда мы живем в нашей жизни, мы все время с чем-то боремся. Мы боремся с собой, с ситуациями, с тем, что нам не нравится. Даже с тем, что нам нравится, мы иногда сражаемся. Человек вообще все время воет. Но это же тяжело все время бороться. Это же ужасно. Мы даже с детьми со своими сражаемся. Мы все время на них орем. Или они все время иногда. Ты точно же орем? Орен. Даже детей своих плющим, представляете? А что про других говорить? Если принять мир, вот эту практику принятия, то война заканчивается. Ты берешь автомат и кладешь его к стенке. В угол ставишь. Ты начинаешь жить в мире со всем, что происходит. Вот за счет вот этого внутреннего, этой позиции. И попадаешь потом. Жизнь из врага. Ну не всегда, конечно, врага, но люди насторожают. А вдруг что-нибудь случится? Вот это уходит вообще. Она становится другом. Все, что к тебе приходит, становится твоим другом и помощником. На пути. На пути практики. Препятствия, которые раньше были препятствиями, врагами, вдруг ты понимаешь, что они твои друзья. Это очень важная вещь, потому что Бог становится твоим союзником. Он переставит быть лукавым, коварным, от которого неизвестно чего ждать. А раз все есть друзья везде вокруг тебя, ты чувствуешь мир как друга, то что тебе еще нужно? Больше это ничего не нужно. Только так вот жить, и все. Но они бы просто. Я стал делать эту практику, практику принятия. Я стал видеть ошибки, которые в ней есть. В любой практике есть ошибки. Первая ошибка, которая в ней происходит – ты начинаешь фотографировать ситуацию. Что это значит? Это значит, что прислать опять к тебе ситуацию. И ты говоришь себе – так, вот я это принимаю. Пусть мне даже это не нравится, там все. А вот открылся внутренний – не принимаю. Но это просто фотография, снэкшот. Дело в том, что жизнь идет как лента, кинолента. Это не отдельные кадры взятые, а это сплошной видеоряд. Вот что такое в жизни. Если ты открылся на одну ситуацию, то на следующую ты уже закрыт. Нельзя выхватывать, фотографировать какие-то куски и говорить, что я на них открыт. А других ты будешь закрыт. Нет. Тут идея в том, чтобы открыться на весь этот видеоряд жизни. То есть попасть в поток принятия. Я это назвал. Поток принятия. Не моментальное принятие, а регистрация. Вот я открылся на тёщих. Ведь недолго. Ну вот сейчас он открылся. В натуре открылся, не открытый. Тёща хорошая. Правда? Ну а завтра-то чего? А ты как всегда. Так вот надо попасть в поток, ребята, понимаете. То есть поймать этот поток. Это не так просто. Это требует практики работы. Но это приносит быстрые результаты. Так же как ДИСа. ДИСа приносит моментальные результаты, я вам хочу сказать. Если вы начнёте что-то делать по ДИСе, вы увидите быстро, что будет. Так же с принятием. Может быть немножко помедленнее, но вы быстро почувствуете энергию. Если вы начнёте всё принимать осознанно, как поток. Вы почувствуете, что за всем этим есть энергия. Потому что всё вот это состоит из света, на самом деле. За всем, что мы видим, чувствуем. И внутри у нас. И за нашими мыслями. Вообще всё это свет. Но то, что мы так порчимся и не принимаем и боремся с ситуациями. С внутренними ситуациями, с внешними ситуациями. Мы всё время в таком. Не всё время, не часто. У нас нет слияния, нет гармонии с происходящим. Мы этот свет забиваем, но его не видим, не чувствуем. Мы делаем этот мир плотным. Нашим неприятием. Мы не принимаем жизнь, себя, мир такими, как они есть. Нам же не нравятся. Мы здесь-то для чего сидим? То, что мы сами себе не нравимся, мы хотим по-другому. Правильно? Мы для этого сюда пришли, например. Это разве принятие? Нет, это не принятие. Это ДИС. Мы хотели – пришли. Вот тут сидим. Вот это практика принятия. Она намного более безопасна, чем ДИСа, я вам хочу сказать. По собственному опыту. Она жизнь не разрушает. Она, наоборот, делает её более гармоничной. Открывает источник энергии, который скрыт во всём. Вот это ещё уникальность этой штуки. Потому что энергия во всём. Всё состоит из энергии. Но это представить такими словами. Если вы открыты и попали в этот поток, именно открытости, поток принятия, то энергия начинает идти к вам постоянно из любой ситуации. Потому что любая ситуация – это и есть энергия. Вот это замечательное свойство этой техники или практики принятия, что источник энергии открывается везде, во всём. Всегда. Он всегда. За этим экраном всегда стоит лампа, которая светит и создаёт этот иллюзион. Майя, этот мир. Вы начинаете видеть этот цвет от лампа. А этот источник – он бесконечен. Если вы на него выходите, на источник энергии, который скрыт за всем, что происходит, он бесконечен. У вас всегда есть ключ, доступ к бесконечному источнику энергии. А что вам ещё надо? Это решает. Ещё многие проблемы. В итоге все проблемы в жизни решают. Я когда был в Индии, я был у одного удивительного человека, которого зовут Доктор Семь. Я на всю жизнь запомнил слова, как первые слова, которые я от него слышал. Он сказал так – во Вселенной существует бесконечное множество миров. Всеми этими мирами управляет одна единственная сила. Одна только сила управляет всех. Если у тебя есть ключ к этой силе, то все твои проблемы решены навсегда. Вот такую фразу он сказал. Это спечаталось мне в мозг. Потому что это очень красиво. И это правда. Практика принятия – это как раз выход на ту единую энергию, единую силу. Потому что она действительно единая. Она проявляется в виде многих разных энергий. Видов же энергии очень много. И каждая из нас густая к определенной. Разных энергий. Но за всем за этим, как подкладкой, есть одна сила. Если принять, открыться на нее и остаться в этом потоке принятия, то вам ничего не надо будет делать. Потому что все делает она всегда. И вы вдруг это увидите. Нам только кажется, что мы можем что-то сделать. Что у нас есть свободная воля. Что мы можем принять решение, у нас есть выбор, пойти туда-сюда. Да нет никакого туда-сюда. И выбора никакого. Куклы мы все, господа. Мариногутые. Непротивление злу. Нет, я хочу сказать, что нас всех направляет и действует через нас. Одна единая сила. Вот очень просто, что я говорю. Правда? Я хочу, чтобы вы это уразумели только. Глубоко. Почувствовали эту силу. Вы тут сидите. И через вас вот она идет. То, что я вам сейчас говорю, это она говорит. С кем говорит-то? Сама собой. Потому что вас-то нет. Она в вас живет, а вы просто куклы механические. Я такая же кукла. Вот меня завели там, я тетю сижу, тут трещу. На самом деле это она так забавляется. Мне так нравится. Подись. Она так тащится. Это называется махалива. Ее игра. Игрушка. А в игрушке никакой напряженности нет. Она в радости играет. И легко играет. Свободно, хорошо. В шахте играет. Всегда играет. Но всегда забавляется. Если мы примем это отношение к жизни. Как к игре. Как к великой игре. Махалива. Великая игра. Так мы и будем тоже вместе с ней играть? А не плакать. А мы же так часто плачем? А не хотим, не выиграть. Дисы же существуют. Хозяин забарит. Не хочу играть, не буду. А буду париться дальше. Вот эти уровни свободы, они везде. Свобода всегда открыта. Что хочу, то и делаю. Что хочу, то и думаю. Что хочу, то и говорю. Всегда свободен. А не хочу, ничего не делаю. Этот принцип свободы, он пронизывает все. И вот если вы эти две техники возьмете. Возьмете, это значит вы их поделаете. Поживете. Практикуете. В своей жизни. В вашей жизни. Неповторимой. Я хочу, чтобы вы это почувствовали. Это работает. Идеи сам, и принятие. Это разные техники. Лучше сначала действовать только. Чтобы раскачаться. А потом принять. Есть поэтому что-то? Я вам рассказал про две психотехники. Это не только сознание, а только сердце. Сердце, да. И как любое состояние оно приходит и уходит. Как помочь себе удержать его. Если вы будете его… Мне знакомых о чем-то говоришь. Да. Но я не могу его удержать. Ну вот, знаете, если я сейчас тебя схвачу и буду держать, ты что будешь делать? Ты будешь, наверное, так потерпишь, и человек безливый, да. Потом будешь вырываться. Правда? Да. А почему эта самая… Она тоже вырывается. Она не любит, когда держит. Кто любит, когда держит? Да не держи. Ты паришься, что уйдет. А ты уйдет. Кстати, по поводу любимого человека. Боишься, что уйдет? Уйдет. Ну куда же вы денете? Уйдет. Просто не бойся. Уйдет, но уйдет. Все же свободны. Или только ты хочешь быть свободной? Да, это сердце. Ты совершенно правильно говоришь, что это через сердце. Ты принимаешь уйд, каким он есть. Как его Аллах создал. И все. И больше ничего не надо. Оно никуда уйти ты не может. Мир остается на месте. Просто твое внимание лучше. Ты просто практику не доделал. Другое дело. Я тебе это говорю. Так ты ее доделал. Как не оставаться? Так подися, захоти, останься. А как еще? В общем, у меня какой-то секрет есть, все. Так он тебя не открывает. Ушел, значит. Почувствовал, что да вот, ушел. Вот опять напрягся. Опять не принимая ничего. Вообще ужас. Ну ты просто это осознал? Мягко вернись в состояние открытости и принятия. Мягко только. Не дергай внутри. Так не рви. Ах, я козел. Если хочется. Ну хочется, твой козел, то подвесь еще в бок от чего-нибудь. Если хочется, действительно. Тогда я говорю, вам надо подвиться. Нет, лучше мягко вернуться к практике. На расслабление. Не зажиматься. Не винить себя, не говорить в себе, что я идиот. Конечно, мы все несовершенны идиоты. Это так и есть. Но не значит, что надо все бить себе по голове. Надо мягко вернуться к практике. Принятие. Допустим, если ты иди делаешь или в другую. Практики же у него всякие хорошие. Хотя лучше, когда нет никаких практик. Правда? Это же еще лучше, наверное. Представляешь, практики не надо делать. Какое облегчение. Не надо париться. По поводу принятия или ДИС или еще чего-нибудь. Вообще париться не надо. Уже полное свободное. Такое может быть? Когда много энергии происходит. Но ее же не всегда много. Потом ты их расходуешь и ее опять мало. Тебе нужно опять напрягаться, париться. Да? Да, в любом случае, живя в плотном мире, это неизбежно. Потому что в практике мы повышаем вибрации. Мы перестаем ее делать и мы опускаем все равно. Если ты не паришься, то ты не теряешь энергии. А если ты видишь, что это не ты делаешь, а делаешь шахти бесконечные, тогда как? Тогда мне уже не нужны практики. Да, тогда тебе не нужны практики. А при чем бы тебе это не увидеть прямо сейчас? И не сказать, что да, это так и есть. Ты же хочешь в это пойти? Пойди сюда. Хочешь? Ну почему же ты не веришь в это по концу? Да, это совсем так. Потому что увидеть по посттермонологии, да, есть ментальное знание, есть какая-то вера. Но это не то, что в теле. Это не есть опыт. Ну тобой движет какая-то сила. Она же движет. Она стоит за тобой. Ты же ее чувствуешь. Вот через тебя что-то идет сейчас прямо. Ты сам это чувствуешь? Да. Ну так и все. Что еще? Она же всегда идет. Нет, с ней закрытость она идет. Нет, когда ты закрыт, абсолютно она тоже идет. Она всегда идет. Там никаких «если» не может быть. Господь действует всегда. Шахты работают каждую секунду. Без выходных. Но если она работает через нас каждую секунду, то что нам-то остается делать, господа? Как нам вообще жить, что нам делать? Расслабиться и отдохнуть. Все же работают. Без нас. Расслабиться и отдохнуть. Но не получится расслабиться и отдохнуть. Иногда только. Мы же не можем на все плюнуть. Как этот голый индийский, который сидел с этой палкой. Ему же ничего не надо. Ну что там, банан съел, дальше сидел. У тебя машина, тебе нужно бензин покупать. Ну как? Бананом не отделаешься? Хорошо, мы с этим закончили. Или что-то еще есть по этим двуму психотехнику? Подиски и попринять. Есть? И перенять. Хорошо. Нет, я хочу теперь показать вам несколько простых вещей. Наверное, не все могут сесть на пятки. Кто сможет, сядьте, пожалуйста. У кого болят коленки или неудобно, не надо вас травмировать, пожалуйста. Сидите обычно. Кто может, сядьте на пятки. Обратите внимание на положение в больших пальцах. У мужчин правый большой палец в ноги должен быть сверху, а у женщин левый большой палец должен быть сверху. Вы разобрались, что мужчина это женщина? Мне наоборот. Хочу. Ну вы наблюдатели, вы молодец. Это мудро. Работу принимаешь. А на выходные нужно заработаться. Ну да. А может на работе поделись, а на выходные? Тогда можно забыть о работе. Ну бывают люди, которым нравится их работа, чтобы все прям работа, это ад работа. Здесь же люди, которые торчат от работы с вами. Нет, ну если можно было бы на работу приходить там, когда хочется, и уходить когда хочется. Не работать. Нет, можно работать, нравится работать просто, режим. Ну так можно же только работу изменить, чтобы она была такой же, но только режим был другой. А вы тоже можете наоборот. Вы вообще не заставляете что ли? Не хотите, не делаете или вообще по-другому все. Ну вот, в общем, мы так сели и ручки мы положили вот так вот на колешки. И мы теперь сделали спину прямой, только не как палка еще раз прямой, а устойчивой. Немножко вытянули позвоночник. Представили, что вот тут у нас есть такая ниточка, и нас как будто вытягивают вверх чуть-чуть. Расправили еще грудь. Только не колесом, а просто развернули, чтобы было удобно. Смотрим на пол прямо перед собой, метра полтора примерно. Вперед. Глаза у нас при этом полуприкрыты получается. Будет это одна из позиций для медитации для внутренней работы. Не обязательно сидеть в лотосе. Это проще. Минуту-две каждый сможет. Сначала продышаться. Несколько глубоких плавных вдохов и выдохов, пожалуйста. Сейчас у каждого свой ритм, и каждый в своем ритме продышит-продышится. Сейчас мы с вами сделаем небольшую медитацию на эту самую шахте, на эту самую единую, бесконечную космическую энергию, которая работает прямо сейчас. Наше сердце сокращается, бьется, это она, шакти. Кровь идет по сосудам, ее движет шакти. Моргают глаза, это она, звуки за окном. Тоже везде разлита одна единая энергия, одна единая сила. Внутри тела, снаружи. Давайте, пожалуйста, почувствуем это сейчас все вместе. Сконцентрируемся, сосредоточимся на этой силе. Мягко. Это сила очень доброжелательная, материнская. Это мать, которая все создала и продолжает творить. Сила материнская потому что она создала это тело. Она поддерживает в нем жизнь. Давайте сейчас полностью глубоко доверимся этой силе, откроемся на нее. Впустим ее в свое сердце, осознаем ее глубоко. Осознаем, почувствуем и останемся в ней. Она все делает сама, наше дело просто доверять. Теперь почувствуем вкус слюны во рту. Потрогаем языком слюну. Это вкус, это энергия. Теперь мы вдохнем ее, осознанно вдохнем эту силу и выдохнем ее. Еще подышим так. И выдохнем. Еще вдохнем и глубокий выдох. Теперь ясно ощутим, что она и внутри, и снаружи. Это единая энергия и внутри тела и снаружи. Одно единое поле. Одно единое поле. andal. Одно единое поле. Тоже мы хоть попадаем вannah. Одно единое поле. След spectrum. Да. Дальше. Дальше! Офганициальной педе. ощущать, осознавать эту шакти, эту энергию, и поделаем несколько простых движений из йоги. Сейчас мы поделаем вращение головой, на вдохе голова идёт на левое плечо, назад, в крайне задней точки мы начинаем выдох, делаем второй полукруг, и когда голова приходит вниз, мы до конца выдыхаем воздух. Ещё одно такое же вращение вместе с дыханием, внимательно, спокойно это делаем, разминаем шею, голова пошла вниз, выдох, голова идёт назад, вдох, без рывков, очень плавно, внимательно делаем, голова назад, вдох, голова вперёд, выдох, теперь как мы закончили очередной круг, мы пойдём в другую сторону, колова идёт к правому плечу, вдох, к левому плечу выдох, внизу выдох заканчивается, подбородок и всё, что касается илёмных падений. Медленные, плавные вращения шеи, почувствуем, что это приятно телу, это укрепляет сосуды, которые питают мозг крови. Последний круг и закончим. Заканчиваем это движение, продолжаем сохранять ощущение энергии, которая разлита и внутри, и снаружи тела. Это самое важное, сейчас мы делаем эти простые упражнения, сохраняем вот эту осознанность единого поля энергии, сознательной, живой энергии везде. Это самое главное. Соединили пальцы вот таким образом, спереди пальцы, спереди, спереди, подняли руки наверх. Руки касаются ушей и потянулись, потянулись наверх хорошенько, вслед за руками. Теперь на выдохе опустили руки. Внимательно и спокойно делаем. Еще один раз наверх и потянулись. Наверх вдох. Вниз выдох. Не теряем, но осознанность. Теперь сплетаем руки сзади. Вытянули вниз, опустили так, чтобы они коснулись ступни и ног. Плечи пошли назад, расправили плечи. Теперь вдох. На выдохе лоб идет в пол, руки наверх. Вдох. Идем, насколько мы можем. Если вдох с пола не достаем, то находимся в нижней точке, но без боли. Заболить нельзя. На вдохе плавно поднимаемся. На вдохе плавно поднялись. Выдохнули воздух. Еще один вдох. На выдохе пошли вниз. Руки отводите по воздуху вниз. Но, пожалуйста, без боли. На вдохе плавно поднялись. И сейчас делаем последний третий раз. Один вдох-выдох наверху. Еще один вдох наверху. И на выдох пошли вниз. Руки отводите по возможности дальше назад. На вдохе плавно поднялись. Руки вернулись на колени. Следующая позиция. Мы встали на колени. Колени расставили немножко пошире. Тело прямое. Руки пошло. Почувствовали, что тело после пятки сзади. Оперлись на пятки. И подняли вверх. Пах. Пах идет как можно выше потолку. Грудь расправлена. Дышим естественно, спокойно. Теперь на вдохе плавно вернулись в первоначальную позицию. На колени. Следующее, что мы делаем. Мы делаем йоговский кулак. Это поджимаются вот эти большие пальцы. Захватываются сверху. Упираем их внизу живота. Плотно вот так в живот. И ложимся на эти кулаки. Смотрим вперед. Дышим по возможности не стесненно, а нормально. Если можем сохранять ощущение осознанности, то сохраняем. Не можем, значит не можем. Лежить. Ну как лежит тело. Лежать не надо. Оно само лежит. На вдохе плавно поднялись. Вдох. Наверху выдохнули, положили руки на колени. Следующая позиция руки в сторону. Пальцы широко растопылены и напряжены. Напрягли ладони рук. Растопыли пальцы как можно шире. Угол по возможности прямой или близок к прямому. Угол сгиба руки. Держим в таком напряжении руки. Смотрим прямо перед собой. Глаза открыты. Можно впарить или прямо, или чуть в пол. Вдох. Теперь вдохнем воздух и опустим кисти вниз вот таким образом. И расслабляем ноги. Потрясем руками. Теперь вдох опять пальцы вверх и напрягли. Напрягли пальцы, расставили их очень широко. Напряжение только в ладонях и в кистях рук. Теперь вдох на выдохе опустили. Расслабили. Потрясли. Последний третий раз это упражнение. На вдохе наверх. Дышим здесь нормально. Дыхание не задерживаем. Смотрим прямо перед собой. Вдох на выдохе опустили. Опустили уже, привели на колени. Расслабили. Повращали плечами вот таким образом. Энергично довольны. Повращали. Назад идет вращение. Когда плечи наверх, то вдох. Когда идут назад, то выдох. Теперь вращение плечей пошло в другую сторону, вперед. Вращение вперед пошло. Голова остается неподвижной. Работает только плечи. Вращение только плечами. Теперь еще раз вытянули руки прямо. Теперь пальцы сжаты. Поделали вот такое вращение назад. Прямыми руками. Руки как мячи. Не сгибаем руки, руки совершенно прямые. Почувствовали вот такой ритм вращения назад. Теперь вперед тоже самое сделали. Вперед вращали руками. Теперь руки на выдохе пошли вперед. Сжали кулаки. Выбросили пальцы. Сжали кулаки. Сильно сжали, крепко. На выдохе выбросили. Еще раз. Бутылку сжали. Выбросили ноги. Еще раз. Еще раз. Последний раз. Сжали. Теперь смотрите параллельно ладони друг к другу. Развели руки в сторону. С напряжением. Руки напряжены. Вдох. На выдохе плавно. Руки напряженные. Соединили. Выдох закончился, когда руки коснулись друг друга. Руки смотрят вперед. Еще раз. Вдох пошел сюда. Внимание на руках. Руки напряженные. Выдох вперед. Спасибо. Опустим руки. Они отдохнут сейчас. Наверное. ОМ Аху. Вдох. ОМ Аху. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Если придут мысли и потащат нас за собой, мы мягко вернемся опять в состоянии спокойной осознанности. Продолжение следует... 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 Звучит музыка. 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 В принципе, на этом все темы, которые я хотел за эти два дня закончить, если мы хотим просто пообщаться в свободном режиме, можно попить чаю, просто пообщаться. Без тренингов. Еще такой вопрос. Шакты, он такой же принцип, как гуру, ом мантра. Как она? Шакты. Ом шакти? Да. Ом шакти ом. Ом шакти ом, она вызывает более такую динамичную энергию, такую бурляющую шакти, более энергетичную. А на какую чакру тогда надо внимание? Ом шакти? Да. Ну, которая у вас слабая в этот момент. Если вы чувствуете чакру, которая у вас в этот момент требует подпитки, поддержки, лучше туда ее и направить. А вам у гуру это сердечное? А вы мне расскажете, у вас ощущения какие-нибудь были? Сейчас подоматываю вот это читание. Да, колет в сердце. Колет в сердце? Нет, не знаю, в чакре. Чак не колет? В спине. Ну, как будто что-то такое нежное произойдет. А бывает, когда она проливается, там канальчики открываются, она как будто такая булочка.